Всем привет, дорогие друзья! Что-то у меня не складывается с этим роликом, уже третий раз, начиная его запись, то кнопку забываю поражать, то мысли забываю формулировать. Неважно. Локомотив одерживает четвертую победу в пяти матчах на старте сезона. Это очень классный старт. По количеству побед у нас там в чемпионском сезоне было лучше, мы там вообще чемпионат начали, четыре победы в четырех матчах. По количеству голов, которые забивает команда, лучше не было вообще никогда. Это абсолютно лучший старт в истории Локомотива по количеству забитых мячей. Там уже какие-то рекорды бьются неимоверные по количеству домашних матчей с забитыми мячами и по количеству домашних побед подряд. Мы тоже где-то вот уже близки к рекорду. По-моему, этот матч стал повторением рекорда, который был у Локомотива. Не помню точно конкретных цифр, но что-то где-то близко. Действительно, дома Локомотив много побеждает и это очень-очень радует. До начала сезона много скептиков было. Все ругали Локомотив за то, что отпустили Глушенкова, отпустили Миранчука. Никто не понимал, как вообще Локомотив будет играть. Подвещали там борьбу за середину. Кто-то там особые горячие головы гнали Галактионова, Нагорных, Ульянова. Говорили, что это точно борьба за выживание, причем, скорее всего, неуспешная. Но такого старта не предполагал даже я. Я был уверен, что у нас опять будут проблемы с физической формой, с готовностью именно к старту. Думал, что опять будем накатывать чуть дальше, когда сыграемся, когда поймем, кто у нас сильный, кто слабый. Но вот такого старта 4 победы в 5 матчах не ожидал вообще и очень-очень рад тому, что это происходит. Вот эти вот горячие головы, конечно, сейчас говорят о том, что, да подумаешь, там, не знаю, Ахмат на выезде обыграли. Я помню, им там Балтика 7 забивала, так что 5, которые мы забили, это еще мало. Ну, подумаешь, Махачкала, посмотрите на ее состав. Подумаешь, Акрон, посмотрите на его состав. Это вообще не команда, с которыми Локомотив должен играть. Ну и Ростов там вторым составом приезжал. А вот Динамо, которая сильная, вот мы им единственный матч проиграли. Хотя то, что мы даже со всеми нашими игровыми проблемами, которые мы сами себе создали, мы это Динамо раз в 5 превзошли по количеству моментов, которые создали. Ну, это подумаешь. Главное же, что в турнирной таблице минус 3 очка. Ну, окей, бывает. Ну и бог бы с ними, что они там говорят. Не знаю, почему они себя называют болельщиками Локомотива. Локомотива ненавидит всех. Вот сейчас к Морозову почему-то начали какой-то хейт испытывать просто на ровном месте. Да, Морозов забивает гол. Морозов там выдает шикарнейший матч сегодня против Махачкалы. Но читаешь комментарии. Морозов худший. Морозова гнать. Поскорей бы замену Морозову. Думаешь, господи, что вообще происходит? И тоже смешной вопрос. Да, Локомотив третий матч подряд играет на ноль. И меня в трансляции, которую я провожу на ВК-плее, спрашивали. Тим, ты вообще помнишь такое, чтобы Локомотив три матча подряд на ноль сыграл? А Локомотив три матча на ноль играл в мае. Да, то есть в конце чемпионата просто у нас три матча подряд были. Были Ростов, Факел и еще там с Оренбургом, по-моему, на ноль сыграли. То есть это было вот прям совсем недавно. Но почему-то какая-то у болельщиков Локомотива какая-то ложная память о том, что мы отвратительно играем в обороне, постоянно пропускаем. Что, конечно, вообще не так. В девяти последних матчах официальных Локомотив в шести матчах сыграл на ноль. То есть три раза всего мы пропустили. Причем с Акроном пропустили два. И выиграли, с Динамо пропустили и проиграли, да, там очень обидный матч. Ну и с кем-то мы еще там пропускали и тоже выиграли. Ну, короче, не так много голов мы пропустили за девять матчей, но болельщики Локомотива абсолютно уверены, что Локомотива ужасная оборона. А если Морозов играет, то это вообще гарантия пропущенных мячей и поражения. С чего это вообще берется и почему нельзя посмотреть там в таблицу, вспомнить, своей головой подумать, я не понимаю. Но надеюсь, что это все временем излечит. Сейчас я уверен, что оборона Локомотива одна из лучших. И это подтверждают статистические данные. Да, есть определенные ошибки, но если вы смотрите любой матч РПЛ, вы увидите то, что любая команда допускает просто, ну, огромное количество ошибок в обороне. И Зенит их допускает. Вот сегодня был матч с Динамо, там Динамо могло много забивать. И, ну, на Гамалео Локомотиву только забивает. А когда с Зенитом встречается, предпочитает даже с пенальти бить хреново. Вот там ЦСКА, посмотрите, сколько моментов было у Краснодара. И сколько моментов у ЦСКА было против Краснодара. Ну, короче, почему-то болельщики Локомотива критично относятся именно к обороне Локомотива и думают то, что, ну, вот у Локомотива вообще не должно быть у ворот никаких моментов. Даже если с центра поля кто-нибудь ударит, это все. Центральные защитники виноваты. Не могу одобрить такой подход. Мне нравится, как играет Локомотив, в том числе и в обороне. Не нравилось, как сыграли с Динамо. Но об этом я в ролике подробно абсолютно говорил. И счастлив, что мы от этого ушли. И, да, наверное, с Динамо тоже хотели играть так же, как сыграли затем с Ахматом, как сегодня играли с Махачкалой. Но не получилось. Так что придется про этот матч просто забыть. И надеяться, что через неделю с ЦСКА уже все будет нормально. Хотя предпосылочки в сегодняшнем матче неприятные уже были. И, наверное, о них стоит отдельно поговорить. Но чуть позже. Для начала поговорим о хорошем в этой игре. Практически тот же самый состав. Ну, единственное, что не было Лукаса Фасона. Это точно не хорошее, о чем бы я хотел поговорить. Но ходят слухи. Чемпионат Ком пишет то, что Лукаса Фасона не будет аж 4 месяца. 4 месяца это очень много. И для того, чтобы нормально пройти эту дистанцию, нам нужен центральный защитник. До конца года, 4 месяца, это считаю, у нас до окончания, собственно, первой части сезона, Локомотив сыграет, ну, по меньшей мере, там, 19 матчей. Я так, наверное, навскидку посчитал, без Лукаса Фасона. 19 матчей это очень много. Соответственно, замена нужна. Сейчас ходят разные слухи. Наверное, самый конкретный про Ваню Дыркушича из футбольного клуба Сочи. Хороший игрок, Локомотива определенно поможет. И опытный, и качественный, в общем, и уже к РПЛ адаптированный. Ваня Дыркушич мне нравится как вариант, но единственная проблема то, что Ваня Дыркушич, как и все остальные наши центральные защитники, правша. А Лукас Фасон левша. И именно этим он был очень хорош. И я думаю, что именно благодаря этому у него было место в составе. Потому что у него была шикарная левая нога, с которой он может дать передачу, которой он может обороняться, выгонять игроков куда-то во фланге. Сегодня было видно, что Жене Морозову быть левым центральным защитником было все-таки слегка неудобно. Делать передачи с правой ноги тяжело. Ее постоянно накрывают. Когда ты левый центральный, лучше все-таки, чтобы ты был левшой. Многие тренеры вообще отказываются играть, если у них нет левоногого центрального защитника. Они вот прям говорят, что обязательно нужно купить хоть какого-нибудь. Пускай он будет не очень сильным, но он будет левоногим. Вот Галактенов, не знаю насчет того, такой тренер или не такой, но я думаю, что хотел бы все-таки именно левоногого. И те фамилии, которые всплывали до Вани Даркушича, они были именно вот чуть ли не копией фасона. Именно игроки, которые с опытом игры левым защитником, с хорошей левой ногой, с длинными передачками. Но посмотрим, кто в итоге будет. Я думаю, что если до травмы фасона локомотив пускал все силы на поиски как раз какой-нибудь там десятки игрока под нападающими, то теперь спешно переориентировались именно на покупку центрального защитника. Сейчас это важно. Я думаю, что без травмы фасона мы бы спокойно могли обойтись, но если есть возможность купить центрального защитника, уже зная, что фасон долгое время не сыграет, я думаю, что надо приобретать. Тем более, что при всей моей любви к Лукасу фасону, сколько я его защищал, сколько я говорил, когда у него была еще первая травма крестов, подождите, подождите, сейчас фасон восстановится и всем покажет. Ну, как-то 2024 год у него не совсем задался. Будем так обходительно говорить про Лукаса фасона. В общем, единственная замена по составу это Морозов вместо фасона. Все остальное то же самое, что было с Ахматом. И меня это радует. Состав нужно сыгрывать, линию обороны нужно сыгрывать. Опорка Крапукас-Баринов действует сейчас достаточно хорошо. Крапукас находит свои кондиции. Какие сегодня он передачи раздавал на Батракова между линиями, в какую они там щелочку проникали, я прям диву давался. Ну и в оборонке тоже хорошо отыграл. Ну, с Махачкалой, наверное, это было не так сложно, но несколько отборов красивых сделал Крапукас. И помните, еще там была фланговая атака, и он там красиво в подкате подкатился и выбил мяч из штрафной. Тоже большой еще молодец. Чувствуется, что приходит в себя. Нужно ему определенное время после межсезонья для того, чтобы находить свою форму. Ну и кажется, что находит. И жалко, что его не хватает на весь матч. Да, наверное, та ситуация, которая привела к изменению игрового рисунка, это замена именно Крапукаса. Пришлось оттягивать Батракова вниз. Поставили Сарвели как игрока десятки атакующего, второго нападающего. Выпустили еще одновременно Тимуру Сулейманова. Ну и как-то после этого игра в Локомотивы сильно разладилась. То есть Батраков еще какие-то там передачки пытался из глубины делать. Но в основном Сулейманов и Сарвели ловили какие-то парашюты и вдвоем пытались обыграть всю оборону Махачкалы, чего у них, конечно, не получалось. В общем, мне кажется, то, что не надо было сразу все линии ломать. Галактенов как раз на послематчевой пресс-конференции сказал то, что они не хотели делать двойную замену. Но вот из-за того, что они сделали одинарную, у нас получилось, что и в опорке как-то стало проседать без Карпукаса, и в атаке без Батракова как-то мяч низом вообще не ходил. И подключать там, не знаю, Самошникова, подключать на левом фланге Вадима Рекова как-то практически не получалось у наших атакующих игроков Сулейманова и Сарвели. И вот после этой замены характер игры сильно изменился. И мы просто доигрывали его достаточно спокойно, потому что Махачкала не могла с нами ничего сделать с игры. Со стандартов что-то там куда-то грузило, но с игры у них не получалось вообще ничего. И низкий класс игроков, и большая насыщенность локомотивской обороны, оно давало, конечно, о себе знать. К счастью, локомотив к этому моменту уже вел 2-0, и, во-первых, забили на 10-й минуте, что было очень важно. Я думаю, что если бы не гол Самошникова, то локомотиву в этой игре было бы на самом деле тяжеловато, потому что почему-то мне показалось, что локомотиву не хватило эмоций на этот матч. Да и после матчевых комментариев они говорили о том, что нет ни эмоций, ни сил. Это довольно странно. В матче с Ахматом сил было много, в предыдущих матчах тоже сил было много. А тут, ну, даже не то, что после 90-й минуты, как будто не хватало сил. Просто где-то локомотив, ну, вот, не мог найти в себе резервы для того, чтобы бегать так, как бегал в предыдущих 4-х матчах. Этого с Махачкалой тоже хватало. Но, я говорю, если вот мы с Ростовом и с Ахматом двумя хорошо готовыми физически командами бегали и опережали их, постоянно были первыми на мяче, постоянно там в рывках выигрывали, то в матче с Махачкалой, Махачкала была скорее, ну, то есть она собирала подборы, она выигрывала единоборство. Это меня немножко неприятно поразило. Это вот как раз в контексте будущей игры с ЦСКА. То есть, ну, может быть, какой-то определенный физический спад. Сейчас у локомотива начинается. Хорошо подготовились к старту. И теперь вот этого эмоционального запала уже не хватает. А у нас еще на неделе выезд в Оренбург, насколько я помню. Так что, ну, с ЦСКА, может быть, уже силенок будет поменьше. Но, с другой стороны, это дерби. И одно дело настраиваться на Махачкалу. Одно дело, когда ты смотришь на список соперников и не знаешь ни одной фамилии оттуда. Другое дело все-таки играть против ЦСКА, играть против Николича, играть против Рефата Жамалединова. Хотя, наверное, под руководством Николича никто из этой команды-то особо и не играл. Может быть, вообще никто не играл. Честно говоря, так начинаю сходу думать. Но Максим Нинахов, наверное, еще должен помнить Николича. Амбара, Бара, конечно. Неважно. Там не нужно особо настраиваться. И там вот эти вот дополнительные резервы из тебя выходят сами по себе. Надеюсь. Посмотрим. Через неделю будет важный матч. Смотрел сегодня ЦСКА. Довольно печальное зрелище, как по мне. Но магия Николича все равно работает. Очень плохо играя. Они все равно чуть ли там до последней минуты не претендовали на то, чтобы увезти очки из Краснодара. Не увезли. Краснодар одержал первую победу. Но это вы, наверное, знаете. Сегодня мы не про ЦСКА с Краснодаром говорим. Короче. Короче. Самошников сместился с правого фланга в центр. Пробил с левой ноги. Попал. В очередной раз посрамив меня с моими вот этими тезисами о том, что Самошникову неудобно играть на правом фланге. Что ему приходится действовать левой ногой. Огромный молодец Илья Самошников. Я очень люблю этого парня. Он очень здорово начал этот сезон. Прям. Ну, не знаю, почему сейчас нету голосования за лучшего игрока месяца. Но для меня лучший игрок старта сейчас это не Алексей Батраков, не кто-то там еще, не Дмитрий Воробьев. Для меня абсолютно лучший игрок старта чемпионата это Илья Самошников. То, сколько в нем энергии, сколько в нем работоспособности, как он из себя как раз. Если я говорю про команду, что вот не было этого огонька, не было желания находить в себе резервы и добегать, то у Самошникова они были. То есть, до самой последней минуты его не меняли. Хотя было видно, что сил у Самошникова не осталось вообще. Он все равно бегал от своей штрафной до чужой штрафной. Куда-то пытался влазить. Сил вообще не было. Ноги не слушались. Но он пытался и пытался. Огромнейший молодец. И, ну, футбольный бог ему воздает за эти старания. И даже с левой ноги вот у него залетает в ближний угол. Немножко проспал вратарь этот удар. Но сам удар тоже был хорош, надо это отметить. Но все равно ни в коем случае не отказывается от своих слов. Тяжело Самошникову играть справа. И последующие попытки, когда он все равно там смещался справа в центр, у него был еще один момент. И снова ему нужно было бить с левой ноги. И снова это получалось как-то, ну, вот кривенько, косенько. И там в защитника мяч попал, хотя убойная позиция была. Думаю, могу только предполагать, но думаю, что бей Самошников с правой ноги в той ситуации, в которой он оказался, ну, он бы нашел возможность послать мяч в сетку. А так, вот он бьет с левой, ну, вот куда придется удар, туда придется, лишь бы посильнее. Надеюсь, что я увижу все-таки Самошникова с левого фланга, на левом фланге в локомотиве. Ну, вот, ну, нравится ему идти в центр. Ну, вот это его игра. И все-таки, когда игрок идет в центр, ну, пусть у него мяч будет под рабочей ногой. Да, я не знаю, почему Галактионов заставляет Самошникова работать левой. Хорошо, что и левый Самоха тоже что-то умеет. Но, думаю, что лучше было бы, если бы мы его не заставляли. Не суть важна. Важно, наверное, то, что Сергей Пеняев очередной блеклый матч провел. И, внимание, на послематчевой пресс-конференции Галактионов говорит о том, что замена Пеняева в перерыве матча была связана с тем, что локомотив хотел ускорить игру. То есть, понимаете, да, мы меняем самого скоростного футболиста, наверное, вообще, может быть, лиги с его рывком для того, чтобы ускорить игру. Ну, и это, ну, не знаю, ну, много говорит. И я много говорю о Пеняеве на левом фланге. Не то. Ну, вот не получается. Ну, не идет у него игра на левом фланге. Можно попробовать направо, Самошникова налево. Почему нет? Ну, вот хотя бы на 20 минут поменяйте. Ну, не получится. Ладно, я признаю свою неправоту. И все, забудем об этом. Но обычно же я все-таки, ну, где-то близок к правде. И это просто логично выглядит. Пробовать, искать. И если у Пеняева не получается слева один матч, второй матч, третий матч, четвертый матч, ну, наверное, давайте попробуем найти что-то еще. Может быть, слева не очень. Может быть, справа будет получше. Может быть, не получится. Но поменяете прямо в том же самом матче обратно. И будет у вас Самошников справа, пеняя слева. Не знаю. Хочу это увидеть когда-нибудь. Но, наверное, все-таки вряд ли я увижу это, например, на ЦСКА. Не тот матч, в котором нужны эксперименты. Вот уже с Динамо наэкспериментировались. А на Оренбург вообще, вероятно, Локомотив повезет какой-то второй состав, где там и Тимофеев сыграет, уже и Митый сыграет. Ну, видно, что команда Локомотив, вот сейчас основа Локомотива, она, ну, прям очень устала. Там и Самошников падал, и Сильянов падал после матча. Короче, прям устали все капитально. Не знаю, с чем это связано. Надеюсь, что, ну, вот, может, жара, может быть, духота, да, может быть, там, перелет из Грозного как-то так сказался, что играли поздно вечером в воскресенье. Играем теперь рано в субботу. Может быть, не хватило какого-то, ну, еще дня для того, чтобы отдохнуть. Не знаю. Надеюсь, опять же, что с ЦСКА через неделю этого эффекта не будет. Ну, ЦСКА тоже предстоит два матча. Они им еще ехать из Краснодара на поезде после поражения. Неизвестно, что там с Рошей, который получил тяжелое повреждение в игровом, правда, эпизоде. Там вряд ли прям что-то серьезное, но может пропустить матч с нами. А это важная фигура для ЦСКА. Короче, опять же, сбиваюсь на игру с ЦСКА, но просто потому, что матч с Махачкалой, он какой-то, ну, вот такой вот, вообще без эмоций прошел. Локомотив забил раз, Локомотив забил два, Локомотив довел мяч до победы, снова не пропустил, два мяча забил, и все, едем дальше. Забил Женя Морозов, да, я уже упоминал, что почему-то хейт на Морозова свалился, хотя, ну, на мой взгляд, это второй лучший игрок матча после Ильи Самошникова, потому что, ну, вот, оборона фактически сегодня висела, зависела от него. Да, там Сирьянов тоже много мячей перехватывал, но это было скорее на фланге. А Морозов, он по всему вот защитному полю бегал, и за НМС подчищал, и верхи снимал, и на перехватах работал, и вот гол забил второй, который снял все вопросы об итогах матча. Не знаю, ну, почему-то сейчас вот эта вот черная метка болельщиков Локомотива, кого их хейтим и кого ненавидим, она перешла к Морозову, потому что тяжело хейтить Сарвей или Сулеймановым, они выходят на замену, и особо ни на что не влияют. А вот Морозов играет, и почему-то люди говорят о том, как им страшно, да. Особенно смешно было, что я там на FKLM News в комментариях пошел спрашивать, о чем вам, собственно говоря, страшно было от Игры Морозова. Они начали мне описывать ситуации, в которой им было страшно. Ну, во-первых, это удар Табидзе с углового, в котором Дмитрий Шнякин, блин, зачем-то сказал, что Баринов и Немси ругаются на Морозова, а это абсолютно не так. Они вместе с Морозовым ругались на Саможникова, Нинахова и Карпукаса, которые должны были держать Табидзе, но второй раз подряд не смогли этого сделать. Но почему-то все шишки упали на Морозова, вообще непонятно с чего. У него другая задача была в этом эпизоде. Он держал дальнюю штангу, и, соответственно, если бы мяч перелетел куда-то дальше, то Морозов должен был бы на это реагировать. Но мяч полетел в центр, наше трио замечательное Нинахов, Саможников, Карпукас Раступились, дали Табидзе пробить, Морозов, видимо, в кадр попал. Из-за этого болельщики решили, что Морозов виноват. Ну, это ладно, это полбеды. Но затем мне начали говорить о том, что из-за Морозова состоялся выход 2 в 1 в концовке матча. И когда я посмотрел на этот выход 2 в 1, я подумал, что я, наверное, считать не умею, потому что, ну, я думаю, что вы видите, что здесь, ну, как минимум, 4 игрока локомотива есть. Мяч в 40 метрах от ворот локомотива. Ну, и, собственно, эта атака не закончилась вообще ничем, потому что игрок Махачкалы просто уперся в УНИМС. Там еще Бара помог отобрать, но после того, как Бара не смог отобрать, то игрок Махачкалы просто в УНИМС уперся. Но вот такие вот критические ошибки у Морозова были, из-за которых люди за сердце хватаются. Ну, я не знаю, где есть, у какой команды РПЛ есть защитники, которые не позволяют вот этих вот ужасных ошибок, но, видимо, где-то есть. Короче, не суть важна. Сейчас локомотив практически в топе по всем статистическим показателям, которые вы посмотрите. И по ИГ, и по количеству забитых голов, и по количеству очков, что, наверное, самое важное. Мы делим второе место с Динамо, по личным встречам отстаем, по разнице забитых пропущенных у них выигрываем. И есть еще Спартак, который может нас догнать. И если он нас догонит, то мы все равно из тройки не выпадем. Но там будет три команды по 9 очков. Спартак, Динамо и локомотив в погоне за Зенитом, у которых 12. Да, ну, как бы тоже как будто бы не так плохо. По XGA тоже локомотив в топе. Это допущенные голевые моменты у ворот локомотива. Да, четыре матча. Ну, не так много, но как будто бы тоже не по одному матчу судим. По количеству моментов, созданных с перехвата на чужой половине поля, по просто количеству голевых моментов, везде локомотив будет в топе. И это прекрасно. И за этим локомотивом приятно наблюдать. Даже когда локомотив проводит довольно скучные матчи, как сегодня было с Махачкалой. Ну и такие матчи, это тоже на самом деле приятно, потому что, ну, это признак классной команды. Мы, я лично очень скучаю по таким матчам, когда локомотив просто ничего не показывает, просто выигрывает 2-0. И ты на 90-й минуте просто, ну, ждешь, когда судья свистнет, и этот матч закончится. Не все можно вырывать на эмоциях. Не всегда ты будешь забивать по 5 голов. А если ты можешь выигрывать матчи у Махачкалы со счетом 2-0, это показывает, потому что, в принципе, ну, ты в этом чемпионате действительно способен на многое. Вот это, наверное, все, что я хотел сказать. Нет, не все. Я еще хотел сказать про точки роста локомотива, что даже вот сейчас вроде локомотив играет здорово, и дифферамбы ему поют, и поют по делу, но ты смотришь, и у локомотива, ну, Саша Сельянов точно не играет на пределе своих возможностей. Мы знаем, что Саша Сельянов может играть лучше. Сергей Пеняев вообще практически не играет сейчас за локомотив, ничего толком не делает. В двух стартовых матчах он там разродился голевыми действиями, потом просто пропадает с поля, что его даже в перерыве меняют. Да, то есть, ну, Сергей Пеняев или кто-нибудь вместо Сергея Пеняева, это точно точка роста локомотива. У нас на скамейке запасных сидят такие игроки, как Наиртик Низян, который сегодня вообще не вышел, Марио Митый, который сегодня вообще не вышел, Тимофеев Салтыковым, которые были непоследними игроками в непоследних командах РПЛ прошлого сезона. И они тоже до сих пор еще не показали свои силы, не показали, что они могут дать локомотиву. То есть, как будто бы, даже без учета того, что, вероятно, локомотив купит какое-то усиление, не знаю, в оборону или в атаку, у этого состава еще огромнейшие перспективы для роста. Я не говорю даже про то, что там Вадим Раков может играть гораздо сильнее, и каждый следующий матч, каждый следующий тайм, который ему будут давать, будет для Ракова, ну, огромным подспорьем, что Батраков будет еще раскрываться. Он уже раскрылся, но это еще не полная мощь умений Батракова. Понятное дело, что в 19 лет и, там, не знаю, в 20 лет, в 21 год это разные футболисты, и все, с каждым годом Батраков будет играть все лучше и лучше. Воробьев у нас тоже куда-то потихонечку в тень уходит. Он по-прежнему очень много работы проводит, но это уже, да, если поначалу говорили, что вот, смотрите, Воробьев, как классно в локомотив влился, вот он забивает, вот у него куча моментов. Но ведь в матче с Ахматом и в матче сегодняшнем с Махачкалой, ну, вообще не Воробьев был главной фигурой, которая позволила нам победить. И если мы сможем все-таки его как-то встроить, чтобы у него тоже были голевые моменты, это тоже точка роста возможности локомотива. Я, в общем-то, о чем хочу сказать? Локомотив играет круто, но это даже не предел его возможностей. И я хочу посмотреть на локомотив, вот этот локомотив, который будет играть уже там на 90, на 100% того, как он может. И как будто бы, ну, с любой командой РПЛ можно таким составом податься. Я надеюсь на это. Я надеюсь, что мы на это с вами посмотрим уже в ближайшее будущее. В ближайшем будущем, на следующей неделе, матч ЦСКА очень-очень важный. Больше нечего мне добавить. И на этом теперь точно все. Подписывайтесь, лайки ставьте. И до новых встреч.